Материнский инстинкт поистине величайшая сила. Не имеет значения, идет ли речь о человеке или о животном, любовь к своим детям безусловна и безгранична, но иногда материнская любовь распространяется и на других, давая им тепло и защиту. Когда австралиец по имени Рекс обнаружил свою домашнюю утку в гнезде, полном только что вылупившихся утят, он был вне себя от радости. Он не сомневался, что его утка будет хорошей матерью. Но однажды, решив проведать утиное семейство, он не поверил своим глазам. Там, в уютном гнездышке из соломы и перьев, прижавшись друг к другу, лежали утята и малыш Бандикут. Бандикуты это вид сумчатых животных, широко распространенных на родине Рекса в Австралии, их еще называют сумчатыми барсуками. Обычно эти существа живут, небольшими группами в норах, которые сами выкапывают. По признанию Рекса, он видел много странностей в жизни, но это открытие озадачило и даже несколько напугало его. Ведь Бандикут хоть и не крупный хищник, но животное всеядное и при определенных обстоятельствах мог бы посчитать утят своей добычей. Но, к счастью, в гнезде, с Витом заботливой мамой и уткой, все было совсем не так. Крошка Бандикут прижимался к утятам, обнимая их своими маленькими лапками. Рекс был потрясен увиденным. Какие только чудеса не случаются в царстве животных. Утка-мать не обиделась на этого парня, заметил он. Совсем наоборот, она относилась к маленькому самозванцу так, будто это был ее собственный малыш. Рекс не собирался разлучать Бандикута с приемной семьей. Он считал, что тот сирота и очень жалел малютку. Факт, что маленький сумчатый барсучок искал и нашел маму, и вовсе казалось ему настоящим чудом. Глядя на улыбку Банди, становится ясно, что этот малыш знает, как ему повезло. Бандикут рос медленнее, чем утята, но утка не торопилась высаживать его из гнезда. Пока она в течение дня гуляла со своими подросшими птенцами, Банди, как назвал Рекс утиного приемыша, мог отдыхать в гнезде. К вечеру уставшие утята обнимались с Бандикутом и сладко засыпали все вместе. Они были совершенно разными, а в дикой природе и вовсе могли стать врагами, но глядя на них можно сказать, что между ними не было ничего, кроме любви. Что может быть прекраснее, когда утята, их мама и приемный брат Бандикут были вместе, они выглядели абсолютно счастливыми. То, что животные способны преодолевать, казалось бы, непреодолимые барьеры, установленные естественным ходом жизни и эволюцией, и становиться дружной семьей и настоящими друзьями, должно служить источником вдохновения для людей. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.